Перед началом видео хотел бы вас попросить, чтобы вы досмотрели видео до конца, так как в конце видео будет интересное задание для лучших рыбаков дальнего и ближнего зарубежья. Кто победит, мы узнаем очень скоро. Бонжур, дамы и господа! Я рад вас приветствовать, лучшие рыбаки дальнего и ближнего зарубежья. Сегодня у нас будет ночная рыбалка на два фидера. Первый фидер будет полностью мясо, а второй фидер сироп от кашля под названием чабрец, что привлекет леща, мясо или чабрец. Под мясом я имею ввиду, это мы будем в кормушку резать много мотыля, много опарыша, плюс еще кукурузы. Ну а на второй фидер всего лишь вот такой вот сиропчик от кашля. Неужели этот сиропчик сможет привлечь леща? Я думаю, мясо с опарышем, вот это тема по осеннему лещу. Поехали проверим! Еще, я думаю, будет интересно, в какое время осенью подходит рыба к кормушке ночью. Будет клювать она или в 10 вечера, или в 12 ночи, возможно в 3 утра только начнется клев. Давайте проверим, во сколько аппетит у нашей речной рыбы. Погнали! Что-то я совсем не подрасчитал, что уже осень и темнеет просто моментально. Приехал на реку, еще было довольно-таки светло. Пока разложил один фидер, пока второй. Начал нарезать мотыля в кашу, начал нарезать опарыша, кукурузу. И пока я это все делал, стала глубокая темень, ничего не видно. Ну да ладно, давайте проверять. Фидеры закинул на одинаковую дистанцию, расстояние между ними около 5 метров. Одинаковая прикормка, только в одну добавляю рубленый мотыль, рубленый опарыш, рубленную кукурузу. А вторую просто сверху обливаю чабрецом. На фидер, в который добавлял нарезку из мотыля и опарыша, тут же пришел ерш. С чабрецом фидер молчал. Итак, 10 вечера. Первый подошел вот такой вот подлещик. Ну хорошенький. Будем надеяться не последний. Этот подлещик подошел на фидер, который добавлял чабрец. Ровно в 10-15 подошел подлещик. Первый сработал фидер, в который добавлял мясо, достал небольшого подлещика. Пока его отцеплял, тут же сработал второй фидер, который был с чабрецом. В один добавлял рубленый мотыль и кукурузу рубленную еще. И опарыш рубленый. А другой чисто поливал чабрецом. И вот который больший подлещик взял, тот взял именно на который поливал чабрецом. 10 часов 40 минут чабрец соблазняет еще одного подлещика. Мотыль с опарышем рубленый привлекают только ершей. 23-37. Поклевки где-то раз в полчаса. Если в кормушку добавляешь мотыля, тут же налетает ерш. Возможно у кого-то будет вопрос, как именно чабрец заливал я в кормушку. Набивал я ее кормом и вот так вот просто сверху поливал вот этим вот сиропом от кашля под названием чабрец. Вторая кормушка на фидере забивалась живым кормом. Это был перемолотый ножницами мотыль, а также опарыш. Потом еще пошла в ход и кукуруза. По очереди одна кормушка летела с мотылем, вторая уже с опарышем, третья с кукурузой. Кормил я точку очень и очень тщательно. Чабрец приносил зачетных подлещиков, но второй фидер, на котором был мотыль рубленый, опарыш рубленый, кукуруза, стабильно приносил канадских сомиков и ершей. Собрал я их там просто тьму. Приходила мысля перестать добавлять рубленый мотыль и опарыш и просто как и первый фидер добавлять чабрец. Но тест есть тест и хотел я проверить, что будет дальше. Чабрец то и дело приносил отличных подлещиков, ну а мясо постоянно то американского сомика, то ершика. Вот такой вот подлещик. Красавец. Пожаловал к нам. Время. Час ночи. Это уже был третий подлещик на чабрец. На мясо был один подлещик и целая тьма уже ершей. Добавил в кормушку мотылика рубленого. И вот сразу он. Живность пока проигрывает. Добавил мотыля в кормушку. Ерш тут как тут. Час сорок. Продолжаю ловить ершей. Три опарыша, четыре, два. Без мотыля вообще. Стоило в кормушку добавить мотыля и все. Стал он плотничком. Густерка зачетная. Чабрец собрал не только подлещика, но и стала подходить на точку густера. Два, ноль, один. Густера пришла. Так, время. Пять сорок. Два часа было тишины и вот. Подошел. В три часа тридцать минут поклевки прекратились как на чабрец, так и на мясо. И лишь только через два часа опять я увидел долгожданный загиб на чабрец. Это был зачетный подлещик. Друзья, время у нас пять пятьдесят восемь и смотрите, а вот такой вот красавец. В шесть утра к нам пожаловал. Вот это рыбешка. Как-то так. Супер. На опарыша. И мотыля. Время у нас шесть ноль три. Густерка пожаловала. Начало восьмого. И проснулась густера. Вот и пролетела ночь на рыбалке. Утро выдалось туманным. Температура была плюс восемь, но не было ветра и погода казалась даже немножко теплее. Отлично провели ночь, скучать не приходилось. Пыл промежуток с трех до пяти, где рыба не особо активно себя проявляла. Но все равно мне очень понравилась эта ночная рыбалка. Отличные получил эмоции. Отличная клювала рыбка. Да, на мясо пришло много ершей, американских сомиков. Но благодаря им ночь летела просто сумасшедше. То и дело я перезабрасывал фидер. Пытался снять этих американских сомиков. Заглатывали они, как и ерши, по самый хвост. Очень тяжело доставать с них крючок. Но ничего страшного, я это дело сделал. Потестировал нашу интересную арому. Потестировал мясо. Очень доволен результатом. И сейчас покажу, что из этого вышло. В рыболовном магазине Барракуда в Бресте посоветовал мне Эдик Продавец вот такие вот крючки. Они офигенно отработали. Ни одного схода. Супер. Стоит где-то 2,5 доллара, чуть меньше даже. А ловят вон. Так что рекомендую. 8 утра, 10 минут. Вот такой вот подлещик, пожалуй. Будем этим подлещиком уже заканчивать нашу ночную рыбалку. Сейчас посмотрим, что мы там насмытали. Давайте подведем итоги. Итак, фидер номер 1. Туда я в кормушку добавлял рубленый мотыль, рубленый опарыш и рубленую кукурузу. Надевал 2 опарика, 1 опарик на крючок. Мотыля добавлял. Клев был обалденный. Вот такой вот ершик и канадский сомик. Клевали постоянно. Поймал я на него, по-моему, 1 или 2 густерки и 2 подлещика. За ночь. Все. Фидер номер 2. Сироп от кашля чабрец. Поливал кормушку сверху и макал туда нашего опарыша. Тоже надевал 1, 2. Чередовал. Насадка была одинаковая, что на одном фидере, что на втором. Только этот был без живности в кормушке. Поливал чабрецом и результат. Налицо все подлещики крупные. И лещ были пойманы именно на второй фидер, в который добавлял чабрец. И так, что мы сегодня поймали. Вот такой вот у меня улов на сегодняшний день. Я считаю, неплохо порыбачили. Хороший лещ. И еще вот такие вот мелкие лещи. Как-то так. Ладно. Подписываемся на канал. Пишем комментарии. И помните, мясо не всегда решает все. То, что на моем канале лучшие рыбаки дальнего и ближнего зарубежья. Я ни капельки не сомневаюсь. И теперь хотел бы выяснить. А у кого из вас глаз алмаз? Кто из вас лучше всех может определить вес рыбы? По видео. Поймал я этой ночью одного хорошего леща. Взвесил. И теперь скажите вы мне, как вы думаете, сколько он весит? Пишите свои ответы в комментариях. Ну а в следующем видео я расскажу, кто победил. Возможно, кто-то угадает с точностью до грамма вес. А возможно, кто-то почти угадает. Все, друзья. Подписываемся на канал. Пишем комментарии. И до скорых встреч. Ну а я поехал на очередные приключения. Пока.